Это все делается не для людей. Я не пойму зачем, для чего государство наше делает это все. Кого он боится? Об нас ноги вытирают. Нас боится. Это раньше нас боялись. А сейчас ноги вытирают об нас. Ну а почему цены-то выросли на 71,5%? Ну слава богу, здесь стабилизация, как мне докладывают, происходит определенная. А подсолнечное масло 23,8%. Продолжает расти. Мука 12,9% выросли. Макаронные изделия 10,5%. Хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3%. Это-то почему? Здравствуйте, дорогие друзья. Вот же какая загадка. И в самом деле, почему? После 20 лет стабильности, рывков, прорывов и раскачек, президент удивлен, что народ в России вдруг оказался на грани голода. А вот насколько удивился этому сам народ, сегодня мы узнаем в нашем опросе. Это «Глаз народа». Скажите, пожалуйста, чувствуется ли рост цен? Аж бегом. Еще и как. Особенно на наши гребаные деньги. А как вы считаете, а с чем это связано? Да с чем? Повышение всей параши вот этой. Всех вот этих вот доходов, которых кормят чужих людей. Так у людей зарплаты не растут от простых рабочих. Она и не будет расти. А с чего она будет расти? А почему цены-то растут? А цены будут расти, потому что надо же этих кормить, тех, кто не работает. А их и надо, и будут кормить. А кого вы имеете в виду? Да тех, которые не работают, кому-нибудь. Хотя бы вот этих, как они, малоимущие или как они. Они не работают и не будут работать. А где работать? Им. А им теперь нигде не работать, потому что все позакрыто. А почему закрыто? Да потому что все позакрыто. Все шахты закрыты, эти все заводы закрыты. Где им работать? Им негде работать. Так мы же с колен встали, у нас же прорывы везде, а вы такие вещи расскажите. Ну, Путин сказал, прорыв у нас. А, прорыв. У них-то да, у них хороший прорыв. У нас нет. И не будет его. Скажите, а из чего слагается цена? Как из чего? Из закупочной цены. Товар привозят по закупке. Мы делаем минимальную наценку на товары, торгуем для того, чтобы людям было удобнее покупать, ставим цену ниже. Мы не задираем цены для того, чтобы там людей надурить и все остальное. Нам цены задирают те люди, которых мы делаем заявку на товар, на мясо, на колбасу, на молочную продукцию. То есть крупные поставщики, правильно понял? Ну, конечно. Кореновка, Агрокомплекс, Кубанская Буренка, Мираторг, как его там, где-то Медведев, что он там держит. Все, все такие организации, которые с нами сотрудничают, естественно, у них, они тоже где-то перекупают. У них тоже, они объясняют это тем, у них рост цен, объясняется это тем, что они тоже где-то там, они посредники, они там закупают, у них выросла цена. Соответственно, они делают свою наценку на ту же цену, привозят нам, у нас уже другая цена. Нам нужно как-то это исправить. Естественно, чтобы магазин не ушел в убыток, естественно, какому предпринимателю, директору, я не знаю, индивидуальному предпринимателю, частному лицу, как, на благотворительность заниматься. Сейчас у людей ни у кого нет денег. И то каждый продуктовый магазин старается как-то угодить для того, чтобы люди покупали самые, хотя бы необходимые товары для дома, допустимые товары. Чтобы людям было, что дети, естественно, у всех есть дети, цены сейчас, зарплата наоборот не растет, зарплата падает, объем процентного товара он растет. В любом случае, подорожание на 30-40% идет везде, ну зачем, куда, зачем это делается? Это все делается не для людей. Я не пойму зачем, для чего государство наше делает это все. А вот как вы считаете, возможно ли угроза голода в России на следующий год? Да этого, может, и не будет, но и такой жизни мне она не нужна. Вот сейчас ЖКХ опять поднимут цену, значит все, поднется, бензин даже подорожает сейчас опять, и все опять будет повышаться. Ну почему же в Европе цены падают? Ах, в Европе? Китай голодать не собирается. Да, конечно, мы и Китай кормим своим бревном. У них газ стоит 10 копеек, а у нас 30 копеек. Тоже нормально. Так а кто виноват, как вы считаете? Да я виноват. Я виноват. А почему вы? Да потому что я не руковожу государством. Вот поэтому я и виноват. Но на выборы ходите? Кого? На выборы ходите? Не мы ходим, а они ходят. Они там без нас всех выбирают. А что покупают в основном? Хлеб, молоко, масло, колбасу, сыр. Ну значит у людей есть деньги? Ну так если она дешевая, значит есть возможность купить. А если она будет дорогая, у них нет возможности покупать. А вот президент говорит, надо остановить рост цен. Как он это хочет сделать? Как вы думаете? Я не знаю, как президент хочет сделать. Но это возможно? Нет. Ну его возможности возможно. А для вас? А для нас нет. Ну если бы ЦНЭП он бы остановил, росту не давал бы, наверное все бы наладилось бы в России. Так, не знаю. Ну вот Китай не голодает, Европа не голодает, а с нами-то что? Ну Россия голодать начинает, не знаю почему. А чувствуется, что мы начинаем голодать? Конечно чувствуется. А как? На чем это? Ну пойдешь в магазин и что подешевле берешь, некачественное, все равно дешевое. Так внешняя же политика у нас хорошая, говорят. Да, да, да. Вы согласны? Ох какая хорошая. А что вам не хватает-то? Весь мир нас боится. Кого он боится? Об нас ноги вытирают. Нас боится. Это раньше нас боялись. А сейчас ноги вытирают об нас. Куда бы ни пойди, блин, об нас плюют. Так за это колбаса есть в магазинах? Жрать нельзя. Почему нельзя? Да потому что с бумагой. С красителями сочи не поражают. С красителями сочи не поражают. Сейчас за собаку дают пожизненно, а за человека два дня условия. Это нормально? Что это за законы? Так может мы сами виноваты, что таких правителей... А как я виноват? Как я виноват, если я... Как я пойду против закона? Я бы рад сейчас пойти, блях, вот эту вот сейчас самку застрелить. А мне пожизненно дадут. Это что, нормально? А за человека грохнут два дня условия. Завтра ребенка загрызет. Это нормально. И все так, и везде так. И не только здесь у нас, и по всей... Воронежской области. Начиная прямо от Богучар. И все, все одно и то же говорят. А по телевизору у нас все хорошо. Возможно ли угроза голода в нашей стране в следующем году? Конечно, с такими ценами она возможна. Это я даже не считаю, я знаю это. Но если у людей нечего будет купить тот же самый хлеб, который подорожал на сколько? На 30 процентов. Но куда даже булка хлеба стоит 30 рублей. Извините меня. Человек в месяц на 5 тысяч, пенсионеры на 5 тысяч, они на одном хлебе сидеть будут. А сахар, ой, а яйцо, то же самое. 100 рублей за десяток. Но мы же с колен встали. Мы же с колен встали. У нас же сейчас прорывы везде по всей стране. Это кто такой сказал? По телевизору об этом говорят? Путин сказал. Об этом по телевизору говорят? А по факту что? А по факту наоборот служит. А по факту ничего. В интернете все читаешь, где-то повышение, может какая-то компенсация будет. У меня ребенок, двое детей тоже. Хоть как-то обеспечить детей. В школу собери, туда сдай, туда отдай, то купи. Естественно дети хотят кушать, одень, обуй, накорми. Все естественно. Куда? На какие? На 10 тысяч зарплаты в месяц? А коммунальные услуги растут постоянно. У нас все растет. А зарплат нет. А вот кроме магазинов много рабочих мест у вас в поселке? Нет, конечно. Матеря, мамочки, жены остаются дома, а мужчины уезжают на вахту, чтобы как-то обеспечить свою семью. А как вы считаете, почему взамен не построили другие предприятия? Ну а какие другие? Ну допустим по производству телевизоров или холодильников завод. Или телефонов. Ведь это же все постоянно полгодится спросом. Ну подождите. Ну какой здесь городок маленький? Ну а продаст он эти все телевизоры, кто построит здесь. Китайцы же продают? Ну китайцы продают, да. А как вы считаете, создание рабочих мест здесь на местах могло бы оживить вашу торговлю и вообще это состояние? Ну конечно, ну конечно. Почему это не делается, как вы считаете? Я не знаю почему, у нас обещают, ну шахты развиваются. Но ведь у нас такое умное правительство, вы же за него голосуете, такие умные депутаты. Почему они это не? Да мы идем отдавать, мы идем. Я лично ходила отдавать свой голос, да, за мэра, за президента, за депутата. Там не важно. В надежде того, что да, что-то изменится. Но ничего не меняется. А все остается так же. Идешь просто, ты на что-то надеешься. А надежда... Ну сыты вы этой надеждой? Нет, конечно. Кто будет сыт? Я сейчас могу об этом сказать и многие люди меня в этом поддерживают. Все люди поддерживают, потому что надежда есть, но ничего не делается. А как вы думаете, а зачем тогда эти люди голосуют за Единую Россию, за Путина? Здесь вот я смотрел по документам, большинство голосовало. Ну в смысле, как я думаю. Почему? Почему они голосуют? Да, если все валится. У каждого человека свой взгляд на ту или иную, там, я не знаю, Единая Россия, Единая партия, там, кто там за кого голосовал. Может, там по знакомству, может, по дружбе, может, опять по какой-то надежде. Я не знаю, как это все. Я вот не могу понять логики просто. Выигрыш-то в чем население? Население? Да нет у нас выигрыша. Мы хоть даже и отдадим, и пойдем, и отдадим свой голос, нам и так без нас все решают. Там наши голоса нигде не числятся. Они решают все без нас. Я в этом больше чем уверена. Нужно поставить им нужного человека на мэра, они поставят. На депутата поставят все равно своего. Не важно, как мы проголосуем. Ну вот сейчас 8 миллионов отдали Африке или куда? Да, зерно. А нам цену сразу. Вот, да, есть. Вот так вот. Ну, ведь Африке надо помогать. А нам кто помог? А почему это лишки отдают? Нам кто помог? Почему народ должен голодать? Если он отдает и тут же поднимает цены на хлеб. Чтобы нам помогали бы. Нормальный хозяин так не будет. Может, надо потерпеть? Может быть, все наладится? Уже 30 лет терпят. Сколько? Или 40? Уже 40, уже больше. Надеетесь, что на вашем веку что-то начнется? Нет, я лично не надеюсь. На лучших времен. У меня раньше какая-то была, это, ну я имею в виду патриот России, не Советского Союза, России патриот. А сейчас у меня вообще нету, даже и близко. Я рад бы патриоту, а я не хочу даже. Куда ни пойди, куда ни скажи. И ты что тебе надо? Иди на. Я понял, и пошел. Ну вот смотрите, живут же люди. Миллеры, Сечины, Ротенберги. Это, Волочкова тоже живет хорошо. Ну, значит, умеет крутиться, как-то же у них получается. Ах, может. Да все же воровать не могут. Если все будут воровать, то без штанов останутся все. А как вы считаете, может ли в России на следующий год наступить голод? Может. Может и, ну да, год начнется. Да, просто если такими темпами мы будем работать, то... Ну, вы же видите, что творится в России. Правительство наше у нас угнетает. Что дальше будет с нашей страной, если так дальше будет? Разруха у нас будет. А сейчас не разруха? Сейчас уже, 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 я не знаю, 80% уже разрухи осталось. Там минимальный процент, чтобы совсем у нас страна была разрушена. Чтобы начался кризис, чтобы люди начали убивать друг друга, воровать. И все остальное. А это уже быстро будет. Что вы хотели бы пожелать нашему правительству и президенту? Я хотела бы пожелать нашему правительству побольше совести. Когда во Франции правительство пытается поднять цены хотя бы на цент, или как-то по-другому ущемить народ, то на улицы выходят сотни тысяч граждан и напоминают, кто в стране хозяин и работодатель этой власти. Потому что они не хотят, как в России, потому что их научила история. Бесконтрольная власть обрастает негодяями и бездавными чиновниками с такими же царьками во главе, для которых какая-то там совесть – это просто пустой звук. Дорогие друзья, обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь на наш канал Аврора. Обязательно поставьте лайк. И, конечно же, до скорой встречи. Автор субтитров А.Семкин